Привет, углубленные в пучину звуков, друзья! Сегодня я постараюсь коротко изложить суть измерения АЧХ колонок. Буквально в каждом видео люди задают вопросы, связанные с метрологией, и не всегда мне удается соскочить с этой неприятной темы. Она неприятная потому, что, во-первых, я не метролог, я инженер акустики, разрабатываю колонки. Метрология – это отдельно стоящая специальность, и она требует понимания процессов в нескольких направлениях. Их не изложить в двух словах, а дилетантское пренебрежение какими-то фактами и деталями приведет к хаотичному искажению фактов. У меня есть уже видео об акустических измерениях, где я пытаюсь наглядно показать суть измерения. Ссылку я напишу в комментарии, хотя кусочек покажу сейчас. Еще раз, смотрите какая суть. Вот я говорю, возможно, вы слышите запись. Я надеюсь, что вы слышите запись моего голоса. Вот если я вот так вот отвернусь, вы не должны слышать моего голоса. Ну, разве что немножко совсем, отражение от задней стенки моего черепа. Вот, собственно, и все. А если вы такой фокус делаете у себя в комнате, вы же сами понимаете, что вы будете слышать и спиной, и боком, еще как-то, если вот так вот закрыть. Тоже как бы вы не должны слышать, по идее, только какие-то отражения от моих костей и так далее. Вот в этом суть этой камеры. Чем больше эта камера, тем, соответственно, ниже частоту можно мерить. Все это регламентируется. В частности, можно заметить, что крестьяне, работавшие в поле, часто громко разговаривают, кричат. Это потому, что в поле нет отражения звука. И надо реально, во-первых, повернуться лицом к слушателю и гаркнуть, чтобы долетело. В общем, коротко. Суть измерения – это подать на испытуемую колонку свип-тон и шум розовый, белый и любой другой. Или вот клипель мультитон предпочитает. И при этом есть абсолютно необходимость измерять звук только от колонки, а не отраженный от пола, стены, потолка. В быту мы слышим отражение больше, чем прямого сигнала, и это нам не мешает. А вот при измерениях это искажает результат до неузнаваемости, и его нет смысла сравнивать с другими результатами и даже нет смысла анализировать. Измерительные камеры бывают разного размера, и все это очень дорого. Мне доводилось работать в лучших из них, и тут я тоже покажу кусочек. Я как-то рассказывал об этом. Итак, если у вас появилась необходимость измерить АЩХ колонок, то ли в результате тюнинга работы ручек шаловливых, то ли в результате отбора по каким-то определенным параметрам, испытания на дефектность. И очень рекомендовал бы проводить подобные измерения для подбора пары колонок, потому что если две колонки работают каждая по-своему криво, то в сумме это получится совершенно жуткое звучание. В общем, если вы себя чувствуете в интеллектуальных силах сделать это измерение, но на работе у вас нет безэховой камеры, например, или лазерного анализатора клипеля. В смысле как нет? Шучу. Понятно, что у вас нет этого анализатора, и у вас нет безэховой камеры, но есть желание это сделать и якобы возможность понимания процесса. Еще есть виды измерений в ближнем поле, они годны для подбора кроссоверов, сшивки, работаю в этом направлении, но для анализа звучания целостной акустической системы со всеми ее гранями и углами отражения это, конечно, не годится. Ну и что, получается, что не судьба? Нет камеры, нету результата? А нет, оказывается, можно. Есть способ. Та-дым. Отражение отсутствует на открытом пространстве, а над землей колонку можно поднять. Хорошо бы метр на четыре, конечно, для измерения от 40 герц. Но, во-первых, трава или пашня, что лучше, очень хорошо поглощают звук. А во-вторых, в моих колонках, которые я показываю, в закрытом ящике оформления, ничего хорошего, ниже 100 герц не намечается, поэтому я практически ничего не теряю. На видео я снял АЧХ просто у себя во дворе. Нам видна подвешенная над землей колонка, перед ней в метре на стойке стоит микрофон, колонка подключена к усилителю с питанием от USB, звуковой карте, так, ноутбуку. Как результат фьюти, я имею АЧХ довольно высокой достоверности, без специальных средств. Пашня спасает. Но для перфекционистов, понятно, придется подвесить колонку повыше, на те же самые скомые, допустим, 4 метра, если в этом есть необходимость. Ну, в принципе, на дерево можно повесить и микрофон как-то перед ней расположить. Результат будет очень высокой степени достоверности. Вот в чем, собственно, прикол. Ну, естественно, если соблюдены основные остальные как бы требования к акустическим измерениям. В них надо углубляться, но это вы сможете сделать сами. Куча видео по этому поводу есть вообще логика, если вы технарь и у вас логическое мышление развито в этом направлении, то я не думаю, что это будет у вас вызовет какие-то проблемы. Итак, что для этого надо, для этих измерений? Нужен ноутбук. Требования к нему никаких. То есть должна стоять операционная система, которая будет поддерживать софт, который измеряет эту самую АЧХ. Набор софта, который можно измерять АЧХ, я дам ссылку здесь в описании. На Вегалабе это форум такой аудиолюбителей. В основном можно найти много полезных советов, которые сэкономят вам деньги, нервы и время. Ну и заодно выбрать программу, которую вы будете пользоваться. Я пользуюсь некой LowSpeaker Lab 3. Вы можете пользоваться чем угодно другим. В общем, это совершенно не критично. Результаты будут примерно одинаковые. Просто речь идет о комфорте этого измерения лично для вас. Вот. Далее звуковая карта. Звуковая карта. Требования к ней тоже никаких. Не надо аудиофильские требования к ней предъявлять. Это все не нужно. Нужно, чтобы она имела необходимый для вас функционал. То есть, в моем случае использование микрофонов конденсаторных. Я использую Behringer ESM 8000. Он нуждается в фантомном питании 48 вольт. То есть, такое питание дает моя карта Steinberg, которая последние несколько лет я гоняю. В общем, у меня была куча других разных карт. В общем, никакой разницы на измерение это не окажет. Они все обалденно линейные. Там от 5 герц, не знаю, до чего-то там, до частоты, которые поддерживает ваш измерительный комплекс. Отдельно хочу показать усилитель, который я использовал для разкачки колонки для измерения на природе. Это усилитель, питаемый от USB, на АПМ-ке какой-то. Он трехваттный якобы от USB. Конечно, он не возьмет 2 по 3 ватта, но там ни одного вата было много. То есть, вот питание подает ноутбука по USB. Вот этими контактами, бананчиками подсоединяю колонку, а миниджек просто брал сигнал со своей звуковой карты с выхода на наушники. Очень просто. То есть, так или иначе, для измерения нужно раскачать сигнал, разумеется. И если дома это делается вашим усилителем, предположим, любым, не обязательно инструментальным каким-то, то на природе приходится что-то изгаляться. Ну, можно было UPS какой-то взять, вынести и подключить в ВАЗ же усилитель. Ну, меня ломало, конечно, мне проще было спаять вот эту вот хрень. Тем более, что она мне как-то где-то, когда-то была нужна. Вот программа, я сказал, и микрофоны. Опять же, можно взять какую-то МКшку, Panasonic микрофон электретный. Тогда звукокарта должна просто иметь фантомное питание 2,5 вольта на своем входе для микрофона, для включения микрофона. То есть, это может быть карта, встроенная в Desktop ваш или в ноутбук, пожалуйста. Это тоже не имеет решающего значения. Ну, конечно, микрофон лучше протарировать. То есть, у меня, например, программа, это Load Speaker Lab. Она имеет пресеты для использования вот моего Берингера и для использования этого самого Panasonic. И что мы в результате получим? Мы получим некую кривую. Давайте я вам сразу это покажу, чтобы не быть голословным. Вот такой график я получил на улице. Его можно по-разному интерпретировать, но это отдельная тема и к этому придется подойти с годами как бы. Потому что сразу, если глядя на этот график, это чушь какая-то собачья, вот если так, если без понимания темы. Но на самом деле это не сглаженный график, а анализируются графики сглаженные в однотретьих полосах. То есть, вот так. Это уже лучше, не так? Ну, и потом можно развернуть так, чтобы глазу было приятно, например. Ну, вот уже практически ровная чиха, еще с подъемом кверху твиттер свистит, правильно? Может быть излишне громко на 10 килогерцах. Они же валятся, ну, потому что он вот такой старенький твиттер, и это отдельная история. Ну, что я хотел бы еще сказать, добавить. То есть, конечно, можно все это подрезать. То есть, актуально это, допустим, от 80 герц было бы измерение. Ниже уже эти колонки как бы не работают. Выше здесь тоже. То есть, все это можно отрезать и вытянуть. Также можно произвести анализ, хотя, знаете что, про эти колонки я, пожалуй, анализ вот с этим графиком сделаю в отдельном видео, потому что люди у меня все равно просят показать мои колонки, как они устроены и какие параметры имеют. Я, наверное, это так и сделаю. А сегодня граничимся на том, что вот вы получите некий такой вот график. Вы должны четко определиться в неравномерности АЧХ в какой-то полосе частот. Но еще раз, для этого нужно некоторое знание, понимание процесса. Вот несглаженное мерить не надо. Поэтому мы сглаживаем и смотрим. Вот, допустим, плюс-минус 10 дБ, это, конечно, никому не интересно, вот плюс-минус 5 дБ, можете вот такое себе окно представить, вот здесь вот и здесь вот. Ну, короче говоря, до 7 кГц от 100, там, от 90 герц эта акустическая система имеет линейную, как говорят, АЧХ. Ну, мы отдельно с вами оговорили, что в окне плюс-минус 5 дБ, предположим. Ну, можно линейку здесь положить и чтобы вам было нагляднее, удобнее это все. Вот. Сомнения есть в целостности кроссовера здесь, конечно, потому что вот этот витер не должен был так сильно выпирать. Сомнения в измерениях у меня нет никаких абсолютно. Поэтому все-таки проблема в колонках. И вот таким образом можно прийти к решению, что колонку надо немножко, скажем, шлифовать, тюнинговать. Но самое главное было бы, когда бы я измерил две колонки, мне было лениво, я измерил просто импеданс этих колонок, убедился, что они практически в идеальном состоянии подобраны. Поэтому нет смысла измерять именно по звуковому давлению. Вот это измерение называется по звуковому давлению. Это сглаживание имеет очень большое значение, потому что с ним мы можем со сглаживанием глобально оценить работу акустической системы. Но для инженера и для, допустим, фанатично настроенного аудиолюбителя это недостаточно. Мы убираем сглаживание и анализируем вот эти вот провальщики, кипячки. И вот тут можно заниматься подгонкой кроссовера, потому что возможно подсох где-то конденсатор и фазу перекосило вместе с амплитудой. То есть разные причины могут быть. Кроме того, есть фатальные ошибки, но они на фабриках не допускаются. Это исключено абсолютно. Но вот я, например, я, например, снимал АЧХ одного аудиолюбителя. Он мне попросил высказаться о его акустической системе. Я из уважения к его тружуду так бы это сделал. И посмотрите, что я получил. Вот этот провал, это из-за того, что он неверно расположил динамик в корпусе только и всего. Это чудовищный провал амплитудой в 25 децибел. Провал. Ничего себе. Но очень узкий. Поэтому если эту АЧХ сгладить, то здесь будет небольшая ямка, которая как бы немножко испортит нам общий параметр в окне, там плюс-минус три децибелла, кажется. Ну вот или полчаса плюс-минус. Пять децибелла, допустим. А на несглаженном графике это все четко видно. И вот для этого нужен несглаженный график. Это нужно для специалиста, который занимается тюнингом. Ну или оценкой, если хотите. Но другими словами, вот эту вот колонку не надо покупать. Таких большинство. Потому что кустари с мотором делают колонки, полагаясь на какое-то, как они говорят, я так слышу, что они звучат чики-пуки. Так вот они не имеют шансов создать на самом деле корректно акустическую систему, потому что это как бы не так и просто на самом деле. Вот, например, вот это. Ну кто мог предположить, что получится вот такая вот гадость. Это я вам просто привожу пример. Я уже, кстати, где-то приводил, я не помню. Что просто нам было предметно, о чем обсуждать, в чем проблема как бы. В самодельных колонках очень много проблем. И, кстати, большинство из них связано с импедансом. То есть, например, создавая кроссовер с крутым срезом, каким-то там выжимая из васеньки последние 50 грамм, человек, скорее всего, уложит импеданс, просадку сделая там в 2 Ома, в полтора Ома. И на этой частоте, допустим, у лампового однотакта будет очень влагать. То есть, все будут думать, что это ламповое, теплое звучание. Нам рассказывать. Такие дела, друзья мои, если есть интерес к акустическим измерениям, типа которых я показал здесь. Измерение ближнего поля это тоже из этой оперы, но его еще раз можно делать, имеет смысл делать только для уже технической работы с акустической системой. То есть, это больше инженерная шняга такая. Ну вот. Значит, для всех этих измерений не надо ничего паять. Вообще ничего не надо паять. Все делается штатными способами, которые есть. Звукая карта подключается к ноутбуку по USB, да, к ней микрофон, кабелями XLR. Ну вот в моем случае, если вы будете использовать Panasonic, то это просто мини-джек, туда воткнется и все. То есть, в отличие от измерения импеданса, там паять надо, там нужно паять переходник, сводить два канала к одному, значит, через делитель. Поэтому, это сложнее, но вообще говоря, для инженера это дает еще больше пищевых размышлений, чем АЧХ. Здесь я не показал фазы, частотную характеристику, я не вижу в этом смысла. Кстати, можно было принять, почему жалко, что ли. Show face. Minimal face. Пожалуйста. Вам фаза, если кому-то надо было. Ну, она объясняет некоторые моменты, но тоже их надо рассматривать в комплексе. Затем пока, я не знаю, это сумбурно собрал это видео, просто каждый, каждый, в каждом видео комментатор находится, который спрашивает о, ну вот, подобных проблемах. Вопрос, не проблема, это вопрос, это тема для обсуждения. Итак, дорогие друзья, рад вас видеть. Auf Wiedersehen. Все хорошо.